Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В начале года со мной через социальную сеть связался мужчина, с которым я была знакома раньше, виделись лет 9 назад. Так получилось, что его контакты были потеряны и я не могла с ним общаться. Он мне очень симпатичен как человек, он для меня как друг. Недавно немного переписывались, но не зазванывалось. Почему он все-таки связался со мной, кто я для него? Я очень хочу его услышать, увидеть, но не решаясь на звонок. Как преодолеть стеснение и нерешительность? Во-первых, Ольга, сразу хочется сказать вам, что в вашем вопросе есть элемент гадания. Почему он связался, кто я для него? Это больше вопросов к нему. Я думаю, что при необходимости вы можете спросить у него об этом сами. То есть вы можете сами задать ему вопрос, почему ты связался со мной спустя 9 лет, да, а почему не связался там, словно говоря, раньше и так далее. Мне кажется, что вы вполне себе имеете право подобные вещи узнать. Потому что вполне вероятно, что у человека могут быть определенные проблемы, которые он надеется с помощью вас решить. Вот, я ни в коем случае не наговариваю на него, потому что я его не знаю. Но, брат, я говорю о том, что такие случаи, к сожалению, бывало. Дальше, что касается целом вашего состояния, что касается целом вашего образа, то я бы, наверное, сказал бы примерно следующее, что, на мой взгляд, вы тревожный и, я бы даже сказал, несколько застревающий человек. Что это в первую очередь означает? Ну, а значит, это то, что вы, на мой взгляд, не уверены в себе, то есть вам нужно здесь, как мне кажется, поработать с самооценкой своей. Вот, это первое. Второе, у вас есть, скорее всего, некоторые трудности, на мой, по крайней мере, взгляд, с реализацией себя. То есть, как будто бы у вас есть с реализацией с интересом вашей жизни, да? То есть, вот, хочется спросить у вас, вот, ну, насколько вам интересна ваша жизнь и интересно ли она вообще вам. Вот, потому что, на мой взгляд, 9 лет испытывать к человеку симпатию, да? Ждать его и, ну, реагировать, как вы, это все-таки говорить немножко о застревающем характере вашем, на мой взгляд. Вот, естественно, я могу ошибаться, но на данный момент это выглядит таким образом, к сожалению. Вот, если у вас в жизни все супер, все здорово, вы живете полной, полной жизнью, наслаждаетесь и вообще чувствуете себя на своем месте, допустим. Что прекрасно, я рад, вот, это просто человек такой, ну, то есть, вам пришлось по душе. В душе этот человек. Но, как правило, бывает так, как плавно. Дальше. Чтобы проработать своей стеснительностью и Нерешительно, что нужно, на мой взгляд, поработать с вашими страхами. Вот. То есть, посмотреть, чего вы боитесь. И, соответственно, постараться увидеть, как вам и что, и что вам с этим делать. Вот. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субпитров А.Семкин